Аноним Сегодня я узнала от своего доктора, который устанавливает мне зубной протез, что стоимость будет на 30 тысяч рублей меньше, чем говорил ранее. Я очень обрадовалась, так как эти деньги мне нужны для поездки в Турцию на школу апостола Павла. И сегодня мой работодатель мне увеличит зарплату. Я очень благодарю Андрея и Олю за их помазание, которое в нас течет. Слава, слава нашему отцу! А еще я вчера купила первую свою монетку на бирже. Всех очень люблю. Дорогая моя семья, небесная цивилизация. Людмила Когда вы стали молиться за исцеление от нервов, я положила левую руку на фотографию своей семьи. И пошел сильный жар в руке. И фотография стала горячей от руки. Даже кололи кончики пальцев. Спасибо! Людмила Спасибо, Андрей и Оля. У меня щитовидка исцелилась. После УЗИ и сдачи анализов крови на гормоны все хорошо. А была вся в узлах до шестого поколения. И стало все хорошо после ваших молитв. Спасибо огромное! Райпа У знакомой было давление и онемение левой руки. Во время эфира я возложила руки, помазание сходило и ее отпустило. Огня на эфир еще больше. Людмила Кровь пошла по всему телу. После четырех дней болезни лежания зашевелились все мышцы. Я встала и захотелось растираться. Огонь пошел. Оживаю. Марина Спасибо большое за ваше служение. Первое, что я получила, слушая ваши послания, это исцеление от уныния и одиночества. Людмила Пастор Андрей, когда вы молились за исцеление щитовидки, я приняла и стала проводить рукой по шее. Пастор Андрей, обнаружила небольшую шишечку и потом она тут же прошла, просто исчезла. Шея гладкая. Спасибо, отец! Галина Я первый раз у вас и во время молитвы вашей я начала смеяться. Почему так? Дмитрий Исчезла грыжа вместе после операционного шва. Лидия Да, кстати, случайно обнаружила, что желудок исцелился. У подружки поела свежий зеленый лук в салате, чего раньше не могла. Были и сжоги и так далее. Уже наблюдаю за собой месяц. Все хорошо. Тамара Исцелились плечевые суставы. До этого не могла поднимать руки вверх. Сейчас легко поднимаю. Люда Ушла боль в желудке. Болела три дня. Валентина Встала с ранку, трохи запизневалась. Почела бегом в серобите, а питом думаю. Стоп, а шо цепь? Виявляется поперек и нога не болять. Боляли тиждень, кишечник. Про цю идеально. А были давние проблемы. По кишукала, по меч прочитали древний шрифт. Виявилась. Шо и так добре бачу. Счастливо. Вся слава отцу. Дякую Андрею и Оле за молитвы. Аноним Сегодня во время эфира получила исцеление. Андрей и Ольга молились за очищение кожи. У меня на голове в трех местах постоянно какая-то короста была. Жесткая на ощупь. Это благословение. Высвободили на меня вслед, когда я покинула церковь. Так называемую проказу Мариам. Сегодня перед эфиром сестра моя пропитала эти болячки маслом, чтобы потом вычесывать. После эфира попросила посмотреть. И вот чудо. Как будто этих болячек никогда и не было. Все чисто. Слава Богу. Спасибо отцу за Андрея и Олю. В мгновение ока даже не знаю, в какой момент получила очищение кожи. Еще раз благодарю наших помазанников. Жанат. У меня два кредита погашено и еще открыл депозит. Деньги стали поступать из разных источников. Появляются хорошие объекты за хорошие деньги. Аноним. Восстановилась чувствительность мышц, поврежденных при падении. Слава отцу. Елена. Друзья. Пришла свобода в гортане. Несколько лет было трудно глотать. Аллилуйя. Спасибо отцу. Наталья. Благодарю за исцеление крестца. Перестал болеть. С лета прошлого года начал беспокоить. Сейчас не болит. Вся слава отцу. Снежана. Ранее была исцелена от Вити Ли Го. Болела 20 лет. Кожа болела, как псориаз, только хуже. Благодарю, папа. Аноним. Несколько месяцев у меня было кровотечение. Я все ожидала исцеления. В уроке Меч Соломона, дырявый кошелек, мне открылось, что необходимо сходить к врачу, чтобы зафиксировать ситуацию. Я была на УЗИ. Мне сказали, что толщина эндометрии большая и потребуется выскабливание, и что нужно срочно идти к врачу. Вскоре был эфир «Утро славы», и вы там молились за исцеление по-женски. Я много слышала до этого ваших молитв за женские органы, но так сильно меня они не касались. В этот день я переживала, Оля, вашу любовь. Я созерцала, видела в духе, ощущала, как лучи и стрелы вашей любви летели в мое тело. Я плакала, меня трясло все. Оля, вы меня обнимали в духе. Я переживала вашу любовь. Пастор Андрей сказал, что вы так обычно не молитесь, что вы отвоевывали нас у болезней. Вы, как медведица, боролись за меня. Я знала, что это было исцеление. И в этот же день кровотечение усилилось, и стали выходить большие сгустки. Пастор Андрей еще сказал слово знания, что кто-то быстро бежит в туалет, потому что у него происходит освобождение, исцеление. Так вот, мне два дня приходилось бегать в туалет. Знаете, будто выскабливание мне делали ангелы. После этого цикл нормализовался. Два месяца уже все хорошо. На УЗИ подтвердили, что эндометрий в норме. Оля, спасибо. Пастор Андрей, спасибо. Вы свет, духи животворящие. Сыны славные, любимые наши. Аноним. В одной из последних проповедей пастора Андрея во время молитвы у пастора было слово знания об исцелении мочевого пузыря. Я закричала, утверждаю для себя. И вот в течение почти уже недели я не встаю ночью в туалет или один раз. А раньше это было по 3-5 раз за ночь. Аллилуйя. Оксана. У дочки 5 месяцев не были сформированы головки тазобедренных костей. Было подозрение на подвывих. Сегодня УЗИ показало, что правая головка сформировалась, а левая начала формироваться. Значит, в скором времени и она сформируется. Аллилуйя. Жив Господь. Надежда. Спасибо огромное вам, Андрей и Оля, за помазание, силу Духа Святого в молитве, присутствие Отца Небесного в нас. Он нас очень любит. И еще исцеление ног, подошв ног, пальцев ног не чувствовала. Сейчас все очень хорошо. Сейчас пишу вам и чувствую такое помазание. Тепло, даже жар по всему телу. Ноги, руки, грудь. Очень жарко. Спасибо огромное. Снежана. Земля моя продалась за достойную цену. Денег хватает на приобретение собственного нового жилья. Двухкомнатная квартира в новом доме в центре города. И еще. Долг 150 тысяч. Предприятие, на котором я работаю, возвращает мне. Халимат. Дорогой пастыр Андрей, спасибо за такие глубокие, мощные откровения. Отец, ты такой отец. Это у меня почти месяц желудок болел. И все состояния, которые озвучивал пастыр Андрей, были у меня. И я приняла исцеление. Аллилуйя. Желудок здоров. Благодарю, люблю, благословляю. Аноним. У меня много лет была лейкоплакия. Дисплазия. Это фактически начальная стадия рака. Я на курсе меч Соломона сейчас. Месяц назад был ваш эфир. И я слушала. И реальные ощущения были до боли. Сейчас сдала цитологию. Нет ничего. Все идеально. Слава Господу. Благодарю вас за служение. Анна. Моя гормональная система пришла в полное эталонное состояние. После вашей молитвы я перестала принимать гормональные препараты. Еще я избавилась от бактерий в желудке. А еще у меня ушла гигрома на руке. Я ее хотела удалять оперативным путем. Но после ваших молитв все рассосалось. Слава отцу за его любовь и за вас, пастырь Андрей и Оля. Пусть Господь прольет обильно на вас весь свой свет, чтобы он распространялся на весь род людской. Пусть вся небесная цивилизация сияет светом нетления Отца нашего небесного. Аминь. Хадежат. Хадежат. Он меня и нашла pirate. На утстане есть клубничный салат. Мы сидим, общаемся в такой простоте и любви, как самые близкие и родные. Мое сердце плавилось от переживания отцовской любви. Такую любовь я переживала в Раменском. Когда была там на уединении. Спасибо вам, Андрей и Оля. Вы самые лучшие пастыры в моей жизни. Аноним. Оля, спасибо за молитвы и любовь. Я очень благодарна всем. Мой муж вернулся в сознание и восстанавливается. Мы прямо сейчас слушаем Андрея, ваш канал Утро Славы. Любим вас! Ольга, у меня ушла боль в шее, плечах, в пояснице. Я заплакала. Не ожидала такого. Аллилуйя! Аноним. Когда пастор молился за то, что уходят кисты, у меня резко заболела в паху. Я кое-как встала. И через одну минуту боль резко прошла. Людмила. Благодарю отца. Ушла боль в плече. Плечо болело два года. Айнагул. Сорок лет ношу очки. Зрение стало улучшаться. Матка была удалена 9 лет назад. Но я верю, что и она может вернуться. Валентина. Вроде бы зрение улучшилось. Смотрю на вас. И нет расплывчатости. Спасибо вам. Аноним. Спасибо, пастор Андрей. Прямо сейчас вы молились за Елену. И я приняла. И у меня ушел тремор левой руки. Елена. После вчерашнего общения с Андреем эфира торжества и молитв драгоценных сынов небесной цивилизации изменилось состояние, как будто с меня стащили одежду кисломордого и одели в царские одежды. Аноним. Ушла боль внизу живота и остановилось кровотечение. И я собиралась уже на врачебное вмешательство. Хочу плакать от счастья. Слава отцу! Галина. Помолодела и постройнела за все время, когда пастор объявил, что год метления настал. Спасибо, дорогие, Андрей и Оля. Байрамкуль. Спина перестала болеть. Кисти рук не болят. Мочевой пузырь не беспокоит. Боль в пояснице перестала чувствовать. Тяжесть печени ушла. Спасибо. Аминь. Татьяна. Три дня декорации прогоняла с области поясницы. Всегда результат был, а тут как приклеилась. И сегодня, о чудо, как рукой с него. Пошла проверять поясницу и как давай приседать. Никогда не приседала. И понимаю, что все прошло. Декорации покинули мою поясницу. Это отец во мне. Раз 30 присела. И бодрячок. Элина. Пастор Андрей. Только несколько минут назад я просто слушала вас о мучениях и принимала причастие с вами. В это время были сильные и неприятные и знакомые боли. Я в процессе очищения и восстановления от рака легких четвертой стадии. И я расслабилась и не пыталась получить исцеление. Не знаю, в какой момент боли прекратились. Я была где-то в облаках, созерцая вместе с вами. И я поняла после эфира, что не болит, где болела. Я, конечно, запрыгала от радости буквально. Врат попытается мне это навязать, но он уже побежден кровью Агнца и силой моего свидетельства. Вот я здесь закрепляю свое свидетельство. Навсегда. Слава Богу. Слава Богу. Во все времена. Ольга. Во время эфира почувствовала движение в интимной сфере. Подумала, что желание приходит. Давно забыла про это. А когда Андрей сказал, что происходит движение в интимной сфере, я поняла, что так и есть. Еще до эфира пыталась читать Библию. Но вечером глаза приходится напрягать. Пошла за очками, но не нашла их. Включила метление. Приготовилась слушать. И после слов Андрея, что исцеляются глаза и улучшается зрение, снова взяла Библию. И четко все вижу. Слава Господу. Радовалась среди ночи. Аллилуйя. Спасибо вам, дорогой пастор, за ваш труд. Людмила. Слушала в 22 часа. Болезней много, а вот глаза стали ясно видеть. Катаракта одного глаза затуманивает. В конце молитвы оба глаза видят без тумана и рези. Специально проверяла, приглядывалась. Нетление работает. Людмила. Я уже несколько месяцев не пью лекарства от давления. Для меня это чудо Божье. Всегда носила с собой целый кулек таблеток. А сейчас радуюсь свободе от головной боли. Спасибо большое. Марина. Недавно заболела почка. Возложила руку, помолилась. Прошло. Через некоторое время снова боль. Я тогда поговорила с почкой. Сказала ей, что я нетленна. Что я дух животворящий. И приказала ей исцелиться. И боли в почке больше нет. Аноним. Спасибо огромное за трансляцию силы духа. А мне сегодня, прямо перед пробуждением, перед утром славы, приснилось, что я принимаю причастие. Такое впервые. Аула. Исцеление. Лейкоплакия. Дисплазия шейки матки. Было три операции на протяжении 25 лет. После эфира было резкое сжение и режущая боль. Но я принимала исцеление. Неделю назад обследовалось все идеально. Моя врач сама удивилась. Ольга. Славное зрение. Без очков. В 62 года. Спасибо, отец. Людмила. Спасибо, Андрей, что к 75 годам я стала здоровой. Хотя в 46 лет меня вывели на вторую группу инвалидности. Слава отцу. Галина. За два года в небесной цивилизации исцелился позвоночник. Были грыжи. Радостью наполнилась вся моя жизнь. Я вошла в нетленную семью, в живой поток духа жизни. Спасибо, отец. Ляля. Руки в елея. Золото блестит на ладошках рук. Благодарю, отец. Елена. Благодарю за мир в душе. Благодарю за наполнение, чувство защищенности, уверенности. Все ненужное отпадает. Спасибо, отец. Слава тебе. Аноним. Сахар в норме. Ура. Жанат. Мама утром встать не могла и идти. Сейчас свободно ходит. Аллилуйя. Аноним. Сильное помазание течет от вас, Андрей и Оля. И мне на карту пришли деньги. Преломляю, умножаю, раздаю. Мария. Невероятно. Появились деньги на поездку в Турцию. Сто одиннадцать тысяч рублей. Чудо. Галина. Во время молитвы прошла боль в желудке. Слава отцу. Слава отцу. Деньги пришли на карточку. У меня сегодня день явления. Аллилуйя. Елена. У моего котенка теперь уже кошка. После молитвы появился недостающий зрачок. Эта собака изуродовала ей глаз. Думали, будет одноглазой. Но у сынов нет болящих. Ирина. На прошлой неделе я упала. Было сильное растяжение связок на правой ноге. Сейчас все в порядке. Нога исцелилась. Ирина. Исцеляется спина внизу. Года два не могла встать с кровати. Нужно было либо за батарею держаться, либо как-то на корточках. Сейчас даже согнулась. Спасибо. Папа, Андрей и Оля. Галина. С утра проспала немного эфир. Слышу голос громкий, властный. Просыпайся. И тут же проснулась смотреть эфир. Нина. Прошла боль в тазобедренных суставах. Они были горячими от воспаления. Сейчас просто теплые. Встаю и иду без раскачки, без боли. Благодарность огромная отцу. Ольга. Спасибо, дорогие Андрей и Оля, за ваше служение. Тринадцать лет назад мне поставили диагноз гепатит С. Был у мужа, оказывается. А мы не знали. Я уже год с вами теку, с вами в помазы. Перед Новым Годом создала анализы. Гепатита нет. Исцелена. Надежда. Смотрю эфир в повторе. Только услышала слово пастора Андрея за исцеление позвоночника, как почувствовала тепло, и боль исчезла. Саламат. У меня несколько месяцев болела поясница. Нормально ходила только к обеду. С утра еле доходила до плиты. Сегодня я заметила, что встала с легкостью. Аллилуйя. Анастасия. После молитвы об исцелении слизистой носа проверила свое. Месяц, как после переезда в Беларусь, у меня в носу образовывалась корка. Проверила после молитвы и исчезла. Татьяна. Боль прошла в пояснице. Болела всегда, так как было смещение позвонков, защемление нервов. Но не болит. И еще колени не болят, хотя врачи ставили четвертую степень артрита. Асия. У дочери Ольги перестала болеть крестец. Спасибо за молитву, пастор Андрей. Татьяна. Моя мама, имея четвертую степень остеопороза и пять переломов позвоночника в прошлом, ходит и радуется жизни, а все после прослушивания ваших курсов и проповедей. Я так рада. Спасибо, пастор. Катя. У дочери четыре зуба исцелились. Пришла в стоматологию, а врач говорит. Почему вы пришли? У вас все зубы здоровы. Огромные дырки просто исчезли. Аноним. У меня было онемение, как бы от спинения ушей. В голове, как ежик в дурмане. Сейчас испытываю изменения. Смерть свергается. Спасибо. Людмила. Мне 74, а выгляжу после ваших процедур обновлений на 50 с небольшим. Спасибо, Андрей, за такую экономику. Аноним. Аноним. А у меня ушло 17 килограмм. Татьяна. Была боль в спине вроде. Меня побили палкой по хребту. Все прошло. Боли нет. Аллилуйя. Ольга. А у нас суды идут уже с мая. Пытаются повесить огромную сумму. Но, слава отцу, уже пять судов выиграно. Благодарю, Хадатаев. Слава отцу. Аноним. Не тление в действии. Не было части бровей. Думала делать перманентное тату, но не решалась. Со временем заметила, что брови стали зарастать. И вот теперь у меня свои натуральные брови. И форма их мне нравится. Спасибо отцу. Мария. А у нас сегодня юбилей. Год, как поженились в небесной цивилизации. Ей, Ольге, 70. А ему, Валерии, 72. Весь год счастливы, нетленные и благословенные. Татьяна. Когда потекла молитва, накрыл смех. И я не просто выбросила все бумаги с моими диагнозами. А я полна сил и здоровья. Спасибо, отец. Лили. Моя мама немного приболела. ОРЗ. Начала болеть голова. Нос забит, как при гайморите. Она посмотрела уроки созерцательной жизни. И голова перестала болеть. Нос стал дышать. Аллилуйя. Наталья. Аллилуйя. У меня исцелился позвоночник. Два месяца мучил остеохондроз. Давление держалось. Голову давило. С надрывным выдохом что-то вышло из позвоночника. Господи, слава Тебе. Люблю Тебя, Господь. Ангелика. К эфиру о крови Иисуса. До моего уверования и воцерковления, до 38 лет, у меня была вторая группа крови. А сейчас стала первая группа крови. На удивление медиков и моих родителей. Это произошло благодаря причастию крови Иисуса. С 2008 года это так. Любовь. Прямо сейчас во время эфира из правого уха выпала серная пробка размером с горошину. Год назад мне говорили, что есть пробка, но я не могла сходить в больницу. И вот сейчас она выпала. Даже не поняла, как она могла выскочить. Я даже стала искать, куда она упала. Пробка оказалась твердая, размером с горошину. Слух стал таким ясным. Это чудо. Ольга. Сегодня было просто невероятное послание любви через вас, Андрей. Я плакала, когда созерцала, как приехала в Турцию. И вас с Олей обнимаю. И о везении, и любви. Просто великолепное понимание открылось. Спасибо вам огромное. Такое помазание невероятное. Класс. Папочка, такой папочка. Мы уже с Вероникой забронировали тур. Это сверхъестественное событие для меня. Я и сейчас плачу от радости. Обнимаю вас с Олей. Благословений вам. Татьяна. И я хочу вас дать всю славу нашему отцу. Нашим любимым пасторам Андрею и Оле. Нуржамал и всем ходатаям в небесной цивилизации. Я работаю в банковской сфере. Моя должность – специалист по продаже банковских продуктов и услуг. Я работаю одна в отделении. И вот за 2022 год мое отделение в области. Среди таких отделений заняло второе место. Для меня это большая победа. И сам директор банка приезжал. Диплом вручал. Спасибо, пастор. Курс «Меч Соломона» работает в моей жизни. А еще я получила откровение, что мои руки – это руки отца. И к чему я прикасаюсь? На нем остается помазание. И я с радостью иду обслуживать клиентов. Гульнара. Эфир – огонь. Из славы в большую славу. Во время потока помазания накрыла так, что я отложила печь блины. Легла в потоке, наслаждалась. И во время трансляции пастора Андрея и Оли осознала, что от моих декораций уже давно исцелилась. Варикоз вен и звездочки на левой ноге исчезли. Волосы перестали выпадать. Растут новые. Отложила очки и читаю мелкий шрифт. Мушки перед глазами исчезли. Левое ухо перестало стрелять. Слышу отлично. Идет регенерация и нетление. Чувствую легкость, когда поднимаюсь на восьмой этаж. Кожа на лице. Декольте и руках омолаживается. Я счастливая в отце. Благодарю пастор Андрей и Оля. Ваши откровения еще больше расширили мое представление о мире. Больше познаю любящего отца и свою природу Сына Божьего Иисуса. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Я и Отец одно. Любовь. Хочу поблагодарить Андрея и Олю за сегодняшний эфир, на котором я получила исцеление души. В последние два месяца я пережила инсульт у мамы и болезнь двоюродной сестры, которая вчера умерла. Хотя я думала, что все позади, и она уже поправилась. Это был удар, и меня постигла скорбь, апатия и чувство вины, что рано расслабилась. И как только сегодня Андрей начал молиться, меня погрузило в сон, из которого через час я очнулась другим человеком. Словно с момента ухода сестры прошло уже много времени. Боль утраты осталась в прошлом. Появилась энергия и правильный взгляд. Андрей и Оля, большое вам спасибо за трансляцию торжества, победы, любви и силы. Елена. Не могу не написать. Написала, удалила. Написала, удалила. Я получала исцеление по-женски. У меня женские дни две недели шли. Стали одну неделю. И вот пастор молится, типа восстанавливаются женские дни. Останавливается кровотечение. А я говорю, так эти дни только начались. Ну хорошо, папочка, я принимаю это исцеление. И вот, я чувствую, Дух Святой мощно касается меня. Я визжала от радости, что исцеление принимаю. И вот три дня и закончились женские дни. А там не просто женские дни. Заливает так, что невозможно ни сидеть, ни дышать. А здесь такое чудо. Спасибо, папочка. Любовь. Аллилуйя. Сейчас смотрю, причина эйфории и везения. Шли свидетельства, и пастор стал молиться. И у меня исцелилось правое колено. Я даже подпрыгнула. Это фантомная боль, деформирующая артроза. Потому что я уже получала исцеление в прошлом году. И рассказывала об этом. Сегодня услышала, что это фантом. Поняла причину и отказалась от нее. Спасибо, Сын Божий. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Ольга. Хочу поделиться славой отца во мне. Еще до полного откровения, что я действительно житель неба, мне было ясно, что я папина дочь. Что я нахожусь в его внимании и заботе. И это меня так радовало всегда. Я всегда об этом всем говорила. Это папа. Это он. Это только его работа. Но с приходом в небесную цивилизацию я узнала, что папа дает тебе рулить самой. Управлять. Использовать. Миллион возможностей. И началось. Перестала ходить по поликлиникам. С каждым днем понимаю, что могу делать то, что не могла год назад. Каждая молитва Андрея – духовная пилюля для восстановления и преобразования. Хочется жить, бежать, делиться этой радостью. Моей соседке 83 года. А мы с ней не чувствуем возраста. Путешествуем, читаем слово, молимся, смеемся. И это приносит нам такую радость. У нас впереди еще так много интересного. Спасибо Господу. Спасибо пастору Андрею и Оле. Надежда. На торжество в Турцию в ноябре Мы привезли шарф одной нашей подруге, которой 80 лет. Эта женщина много лет страдала от приступов астмы. Часто оказывалась в больнице. Мы молились за нее. А шарф ее пропитал со славой Божьей. А недавно мы разговаривали с ней по телефону. Она сказала, что спала с шарфом, что носит его постоянно. И что помогает. С тех пор у нее не было приступов астмы. Она очень благодарна отцу. И радуется своему исцелению. Неля. Несколько месяцев назад Мне позвонила знакомая женщина. Ей 70 лет. И попросила помолиться за нее. У нее появились всяческие боли, недомогания. Она прошла обследование, и врач сказал, Ваша печень в таком состоянии, как будто вы пили все свои 70 лет. Она всю жизнь верующая и никогда не пила. Я сказала ей много истины. Мы же здесь, в цивилизации, наполнены ею истиной. Спасибо отцу за нашего пастора. Высвободила помазание и забыла о ее ситуации. А две недели назад, встречаемся с ней, она говорит, Неля, помнишь мою проблему с печенью? Ты мне тогда сказала, принимай причастие по несколько раз в день. Я две недели по 4-5 раз это делала. И когда пошла снова на обследование, Врач был в огромном удивлении и непонимании. Печень была в полном порядке. Кровь и тело сына – источник жизни. Аллилуйя! Светлана, спасибо, дорогой пастор Андрей Оля, За этот животворящий эфир. Присутствие духа было такое, Что я не могла все это время эфира подняться со стула. Огонь до сих пор движется во всем теле. Вы делаете дела отца на земле. Спасибо за исцеление, текущее рекой через этот эфир. Слава Отцу Небесному за вас, наши любимые. Светлана Просила у отца новые зубы. Многие испортились. Даже снился сон, что все зубы обновились. Сегодня на рентгене врач говорит, Что у меня вместо раскрошившегося зуба лезет новый. Своими глазами наконец увидела то, что созерцало. Решили сломанный зуб не реставрировать, а удалять. Чтобы новый встал, как положено. Слава Отцу! Евдокия Женщина, за которую я молилась, исцелилась. Я в данный момент живу в Нидерландах, В хостеле для беженцев. Здесь много украинцев. А в комнате рядом со мной живут две сестры-подружки, Которым по 80 лет. Одной из них, Галле, месяц назад сделали операцию глаза. Катаракта. Все прошло хорошо. А на следующей неделе сделали на следующем глазу. Ее привезли домой с ужасной болью. Она с трудом держалась на ногах. А в больнице сказали, что это скоро пройдет. Она выпила таблетку обезболивающую. А я на вечер ушла на работу. С работы пришла поздно, где-то в 23 часа. Сестра Светлана встретила и говорит, «Пойди к Галине, нужна твоя помощь». Я вхожу в их комнату. Галина плачет от ужасной боли. Вся дрожит и говорит мне, «Я до утра не доживу. У меня нет сил терпеть эту боль. К моему приходу она еще не знаю, Сколько выпила обезболивающих таблеток». Вызывали скорую помощь. Те сказали, «Это нормальное явление. В течение двух дней пройдет». Я усадила ее на кровать и начала за нее молиться. Положила свою руку на ее плечи и ощутила, как тепло с огромной силой потекло через мою руку на Галину. В тот момент ее перестало колотить, и она притихла от стонов и плача. В считанные минуты ушла боль. Я ей предложила лечь и согреться в постели. А еще через 10-20 минут она уже спала и проспала до утра. А утром она благодарила меня и отца за исцеление. Слава нашему папочке за его силу исцеляющую. Аллилуйя! Слава тебе, отец! Пастор, огромное спасибо вам с Олей за каждый эфир. Это местописание от Иоанна 3 глава для меня было интригующим и непонятным. И никто из служителей прежней церкви не мог объяснить. А здесь все стало на свои места. Спасибо, пастор! Спасибо! Марина! Спасибо, пастор Андрей и Оля! Я действительно исцелилась. Благодаря зеркалу славы, проповедям и вашим молитвам, которые я включала на ночь. Я исцелилась от шизофрении. Любовь! Каждый день, слушая пастора, получала исцеление. И не заметила, как исцелились локти от деформирующего артроза. Кладу руки на локти и не болят. Только сейчас заметила это. Аллилуйя! Слава отцу! Слава Иисусу! И это, пастор, ваша слава! Спасибо, дорогой наш друг, отец, брат, помазанник Божий! Спасибо! А ведь и правда, болезни – это только фантом. Потому что нет болезни, нет греха, нет смерти. И тело не разрушается. И это не закончится никогда. Но оно преображается от славы к славе до полного восстановления. Целую ваш золотой ковчег. Сколько в нем добра, драгоценностей, света и мудрости. Спасибо! 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 Миллион раз! Дорогой друг, если ты хочешь, чтобы наше откровение и сила Божия обхватила весь континент и всю Землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео своим страничкам в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку «Спонсировать» под видео и заполнить анкету спонсоров, исходя из твоих финансовых возможностей. Либо перечислить свои финансы по реквизитам, указанным под видео. Мы благодарим тебя за этот план. Небесная цивилизация – это семья и команда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!